Студия Купол продолжает свою работу на шестом международном форуме информационных технологий IT-форум 2020 взгляд в будущее. Меня зовут Дмитрий Лавров. И тема, о которой мы будем говорить с очередным собеседником, касается подготовки кадров для IT-индустрии. Сама по себе эта сфера деятельности очень обширна. В ней трудятся представители различных профессий, которые, прежде чем устроиться на работу, получали соответствующее образование. И вот о процессе обучения мы и поговорим с директором Нижегородского областного центра новых инврационных технологий, заместителем заведующего кафедрой графических инврационных технологий и систем Нижегородского государственного технического университета имени Ростислава Евгеньевича Алексеева, Леонидом Исаковичем Райкиным. Добрый день, Леонид Исакович. По имеющей мне информации, в России ежегодная нехватка IT-специалистов составляет около 50 тысяч человек. Особенно острый дефицит наблюдается в сфере информационной безопасности. А какова ситуация в других сферах IT-индустрии? Мы принимаем участие в форуме шестой раз, начиная с первого и сегодня уже шестой раз. Это не случайно. В 1994 году мы впервые в России открыли новые направления, в то время новые, сейчас она уже используется везде, направления информационной системы и технологии. С тех пор прошло много лет, мы выпустили много выпускников, и это относится к сфере информационных в основном технологий, графических информационных технологий. В прошлом году мы открыли при техническом университете образовательный научный центр всеверно известной фирмы «Автодеск». И переподготовили, сертифицированно переподготовили ряд преподавателей и частично студентов по этим технологиям. По этим технологиям мы сейчас ведем основную образовательную деятельность по всем дисциплинам, которые связаны с выпуском инженера. Вы знаете, что инженеры сейчас, так сказать, заканчивается выпуск инженеров, и будут выпускаться только бакалавры и магистры. И вот это направление, оно и там присутствует, поэтому мы выпускаем бакалавры и магистры. И вот в рамках форума настоящего мы каждый год проводим целую серию мероприятий. В этом году мы проводим 23-ю Всероссийскую научно-практическую конференцию по графическим информационным системам и технологиям. Она проходит на площадке 6-го корпуса НГТУ на Казанском шоссе. Сегодня же открылась Всероссийская олимпиада студентов, и 21-й раз мы ее проводим по этим же технологиям. И проводим в шестой раз конкурс выпускников бакалавров, инженеров и магистров тоже по этому же направлению. Тоже мы все это проводим на площадке 6-го корпуса НГТУ. И завтра же мы проводим круглый стол с предприятиями Нижегородской области, для которых, собственно, мы в основном и готовим наших выпускников. Выпускники в области информационных, графических технологий, они имеют свою специфику. Специфика их состоит в том, что это люди, которые заняты в основном в проектных организациях наших ведущих НИИ и КБ. Это люди, занятые в информационном бизнесе, в рекламном бизнесе. Даже на телевидении наши выпускники есть. И вот по этим технологиям ощущается, конечно, дефицит, и вот мы в какой-то степени его компенсируем выпуском наших специалистов. Вот хорошо, кстати, по поводу выпуска специалистов. Насколько эффективно в НГТУ готовятся кадры для IT-индустрии, и где потом работают ваши выпускники, и насколько их образование конкурентоспособно в России и в мире? Значит, насчет конкурентоспособности должен сказать следующее. Во-первых, мы проводим сами конкурсы и олимпиады, на которых многие наши выпускники, многие наши студенты занимают первые призовые места. И вот очень характерно, что в конце прошлого года, в январе этого года, прошел международный конкурс фирмы «Автодеск», на котором четыре наших выпускника получили призовые места с первого по третье. Это говорит о том, что мы находимся на самых, так сказать, современных мировых позициях, и выпускники наши находят широкое применение. Они уже, начиная с четвертого курса, работают именно по специальности, по направлению, поэтому во многих предприятиях наших, ведущих предприятиях промышленных, во многих сферах, значит, индустрии и технологий, это рекламный бизнес, значит, сфера телевидения и так далее, то есть они все, как правило, находят место по своему, как бы, полученному образованию. То есть есть востребованность на рынке. И тогда у меня последний вопрос, если можно, коротенько. Что вы ожидаете от нынешнего форума? Значит, нынешний форум, я сказал, что мы в шестой раз в нем участвуем. И мне кажется, что сейчас наступило интересное время, особенно в области образования. Дело в том, что наше министерство образования, значит, оно решило сделать некий шаг вперед по сравнению с тем, что мы наблюдали в последние годы. А именно, появилась возможность выпускать, очевидно, может быть, со следующего года, может быть, даже начиная с этого, давать выпускникам, нам не только, нашим, не только звание бакалавра и магистра, а еще, значит, получать звание бакалавра инженера и бакалавра магистра. Это новые вещи, мы вот будем обсуждать завтра эту ситуацию. Хорошо, хорошо. Я напомню, что у нас в студии был заместитель заведующего кафедры графических и эмоциональных технологий и системы Нижегородского государственного технического университета имени Ростислава Евгеньевича Алексеева. Леонид Исакович Райкин, оставайтесь с нами, следите за трансляциями. Спасибо. Спасибо.